Статья 112 основного закона нашей страны гласит, что судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо, влечет ответственность по закону. Какие изменения в данном направлении предусмотрены в проекте конституционного закона, узнавала Тамила Икрамова. В новом Узбекистане только суды имеют право выносить справедливое решение по любому спорному вопросу. Любое вмешательство в дела судейского корпуса будут жестко пресекаться. Будут созданы все условия для спокойной работы судей. Именно эти задачи будут закреплены на конституционном уровне. Независимая и сильная судебная власть – ключевой фактор демократического правового государства. За последние пять лет в сфере реформирования судебной системы принято более 40 законов и нормативно-правовых актов, которые оказали существенное воздействие как на организационное совершенствование судебной системы, так и формирование судебной практики рассмотрения дел. В ходе реализации конституционной реформы гражданами, международными и национальными экспертами было предложено усилить гарантии независимости и беспристрастности судебной власти, а также статуса судей на конституционном уровне. В статье 112 Конституции вносятся отдельные нормы, которые касаются непосредственно защиты не только судей, но и членов его или ее семьи. Соответственно, из этого проистекает, что государство обязано будет внести ряд изменений не только на уровень Конституции, но и в текущее законодательство, допустим, закон о судах. Соответствующая норма будет внесена. Судья, который не подвержен рискам и угрозам и не опасается за свое здоровье, за здоровье и безопасность членов своих семей, он является настоящим обладателем отправления правосудия и осуществляет свою деятельность независимо и беспристрастно. А это, в свою очередь, обеспечивает законность, справедливость и обоснованность вынесенных им решений. Норма предполагает не просто абстрактное понимание обеспечения безопасности судьи, а четко устанавливает, что государство является основным субъектом обеспечения этой безопасности. Государство обеспечивает безопасность судьи и членов его семьи. Важность и необходимость этой нормы отмечают и сами служители правосудия. У меня был такой случай при оглашении приговора. Подсудимый пригласил мне тем, что зря ты мне не дала высшую меру наказания. Я освобожусь, я сначала расправлюсь с твоими детьми, а потом с тобой саму. Но само то, что я правильно вынесла, справедливый приговор, я была уверена в том, что он получил нужное наказание соразмерно содеянному. Я не боялась его угроз и так далее. Но тем не менее, государство, учитывая такие моменты, предусматривает как основным законам, так и другими соответствующими законами именно обеспечение безопасности судей. Вот это своего рода гарантия нашего иммунитета. Такие преобразования позволят совершенствовать и оптимизировать судебную систему Узбекистана с учетом современных требований и международных стандартов в области правосудия. Будут способствовать становлению суда как независимой и самостоятельной ветви власти.